Здравствуйте, возлюбленные во Христе, братья и сестры, в эфире передача «Просто о вере» я и ведущий священник Сергий Рыбаков. Христос воскресе! Мы находимся с вами в днях празднования Святой Светлой Пасхи. Последнюю нашу передачу, когда мы встречались с вами на Страстной Седмице, мы посвящали беседам и наставлениям Христа своим ученикам, книжникам и фарисеям и ко всем тем, кто хочет называться его учеником. Мы закончили образом смоковницы, смоковницы, которая должна приносить плоды. И это очень четкое указание и нам всем с вами было, что христианин, то есть тот, кто Христов, тот, кто ученик, тот, кто Сын Божий, с маленькой буквы, естественно, по благодати, тот должен плодоносить, плодоносить в этом мире, осолить собой весь мир. Сегодня мы поговорим с вами о тех беседах Христа с учениками, которые уже произошли после его воскресения. Я напомню, что Христос вознесся не сразу, после своего воскресения светлого, он еще в течение 40 дней является учеником, о чем-то с ними беседует, что-то ранее сказанное освещает новым светом. И вот об этом мы сегодня с вами поговорим в нашей студии с нашим православным экспертом, священником, протереем Максимом Кохарем. Здравствуйте, батюшка. Ваис, на воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Я хотел бы вот немножечко о талантах, притчу, которую мы не успели разобрать на Страстной Седмице, но мы, может быть, ей посвятим даже такое больше обзорное, поговорим о ней. Там очень интересный момент, что вот господин призывает к себе трех своих рабов, раздает им таланты. Понятное дело, что таланты – это денежная мера, не столько некая одаренность в плане… Ну, в том конкретном контексте. В том контексте, да. И вот очень интересный момент, что Христос здесь, по сути дела, разговаривает с какой-то непонятной логикой. А вот эта притча, в этой притче какая-то непонятная логика. Господин призывает трех своих, почему-то я хочу их назвать учеников, трех своих слуг, раздает им таланты. И двое, понятное дело, пошли, приумножили, получили за это награду. Третий пошел, зарыл, возвращает господину своему, но получает такое жесткое наказание, что вот даже с точки зрения закона гражданского, непонятно, за что его так наказывают, потому что он же не своровал, он не промотал это имение, он не потратил это целиком на себя. Он пришел, зарыл, закопал, пришел и вернул, но ему страшная участь. Там, где плачет, скрежет зубов. Вот что за логика? Ну, понятно, что логика здесь не такой обычной земной справедливости, необычного земного права, поскольку это как раз говорит о том, что далеко не всегда наши земные представления о справедливости и о праве, они абсолютно сопоставимы с тем, что думает о нас Господь и к чему Он нас призывает. Потому что какие-то вещи и сейчас у нас вот встают какие-то вопросы о высоте нравственного призвания. И человек, если апеллирует, допустим, к законодательству чистоземному, он может сказать, ну вот какие такие повышенные требования, я вроде никого не убил. И получается, что если человек ничего не нарушил с точки зрения государства, закона, он уже зачастую считает, что этого достаточно. Нет, ну вот в этом обычном измерении с него государство больше не требует. Государство – это не Бог. То есть у государства нет задачи довести человека до святости, до какого-то... Почему нужно развивать? Почему нужно не просто закопать? Почему нужно не просто сохранить то, что дано? Вот это очень важная притча антропологически. То есть мы говорим, что человек создан по образу и подобию Божию, да? Но он... В Библии вообще нет, наверное, таких случайных оговорок. Мы просто помним, что в книге Бития там сказано, Господь сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, а буквально там строками ниже сказано, сотворил человека по образу своему. А подобие выпадает. То есть что такое? То есть Моисей или кто бы ни был автором книги Бития ошибся, или просто это описка подобия выпала как ненужное слово? Ничего подобного. То есть человек действительно с точки зрения христианской антропологии создан по образу, а подобие это то, что предстоит достичь. Это как данность и заданность. То есть если человек не развивает, не достигает, то и остается только с теми задатками, которые даны, но, к сожалению, учатся его. То есть это даже не обвинение какой-то констатации факта, что если человек не идет к той цели, к которой его достиг Господь, а пытается законсервироваться, как-то остаться на каком-то уровне, то вот Царство Божие – это Царство тех, кто стремится к богоподобию, по крайней мере. У всех это, получается, может быть, в разной степени, там Господь восполняет. Тех, кого уже явно получилось здесь и сейчас, мы их называем святыми, пишем на иконах, и то есть, хотя они такие же люди. То есть в чем их святость? Они развили в себе образ Божий до состояния подобного, до такого состояния, насколько это вообще возможно для человека. Понятно, что есть границы. Человек никогда, то есть есть тварь и творение, есть онтологические, и политические границы, которые никогда не сравняются, но человек призван, вот эту границу нельзя достичь, она бесконечна. И в Царстве Божия бесконечное развитие. Это не статичное такое вот какое-то ощущение, как все мы, и вы, наверное, тоже все, кто в нашем семинаре учились, помню, что у нас был такой педагог, который, когда про Царство Божие говорили, он говорит, там скучно, там все время птицы поют, и манка с неба падает. И все время ничего не происходит, все время скучно. В Царстве Божии не все время ничего не происходит, Наоборот, это царство постоянного развития в любви, возрастания в любви, конца которого нет. И то есть если человек не растет, если человек пытается, причем сознательно, законсервироваться, то есть это действительно страшно, это действительно тупиковый путь для человека. Поэтому так педагогически страшно это и описано, чтобы человек понимал, что это не какая-то неважная вещь. Можно так, можно не так, типа и это сохраню. Нет. То есть это как еще образ лестницы. То есть если ты не вверх идешь, если не растешь, ты даже не остановишься. То есть кто-то сказал, что христианское возрастание – это путь наверх по эскалатору, идущему вниз. То есть нужно все время прикладывать усилия. То есть если ты встанешь, ты поедешь вниз. Точно. То есть это иллюзия, которая лукаво навнушает, что если ты не будешь расти, не будешь развивать в себе то, что дано тебе в образе Божьем, то ты останешься таким, как есть. Таким, как есть, никогда не останешься, даже с теми задатками. Все время будешь скатываться вниз. То есть и, собственно, поэтому так жестко Господь, наверное, предупреждает. Потому что это гибель. Мне вот еще одна идея тоже понравилась, когда я вот пытался для себя этот момент понять. Современный библеист, вот забыл я имя, отчество, Гриц, фамилия, он интересную вещь сказал. Он говорит, что вообще, в принципе, Христос здесь обращается к нам согласно логике рая. То есть, когда Адаму было дано повеление, первая заповедь, которая была дана, это возделывать и хранить. То есть, принцип такой, что мы получили определенное количество жизни, мы должны ее сохранить, то есть, этой жизни должно быть не меньше, чем ты получил, когда ты ее получил. И на первом месте стоит как раз тот момент, что ты еще и должен что-то приумножить. То есть, количество жизни должно увеличиться. Ну и в этой связи переходим как раз уже к сегодняшней нашей беседе, основной, главной, да, Пасха, встреча с воскресшим Христом. Тут, мне кажется, как раз вот очень такая логическая связка, потому что могли же эти ученики сохранить, ну, веру во Христа, маленьким кругом таким же, где-то ходить, маленькой такой секточкой по Иерусалиму. Но Христос дает им повеление нести весть. Но давайте прежде чем об этом поговорим, вообще, очень интересно, для чего нужны были вот эти 40 дней Христу? Потому что очень часто задают вопрос, во-первых, для чего эти дни нужны, а во-вторых, почему Евангелие практически ничего не сообщает о том, о чем говорит Христос, воскресший со своими учениками? Да, практически ничего. Но что касается вообще необходимости этих дней, если мы попробуем, ну, понятно, что история, она не терпится слагательных наклонений, но если мы попробуем представить, что вот Христос воскрес, да, и явился, может быть, один раз, два раза, и сразу после этого вознесся все и оставил, может быть, результат дальнейшей деятельности, общины и жизни был бы таким же. Может быть. Да, но все-таки эти дни, я не профессиональный библист, это достаточно, сказать, это может быть, там есть целое огромное количество исследований и версий по этому поводу, потому что они все равно останутся версиями, нашими догадками, почему это понадобилось, да. То есть, конечно, он созидает общину. То есть его, это было выбрано, наверное, какое-то оптимальное, то есть там, ну, один день, два дня, наверное, совсем мало, чтобы, во-первых, всех учеников собрать, то есть он является же не только одному, двоим, троим. То есть это иллюзия такая, которую часто критики, там, в 19-х говорили, что это все вымысил, они просто себе придумали, значит, очень сильно хотели и поверили в то, что хотели, да. То есть вот так бывает. И даже у Ринана есть такая версия, что у них были массовые галлюцинации. Ну, как массовые? Ну, если там, вот они сильно были так экзальтированы, очень сильно хотели увидеть воскресного учителя, ну, может быть, когда они были там вдвоем, как Лука и Клиопа, или их несколько было, но когда он является нескольким тысячем на берегу Галилейского озера, то есть понятно, что такие многотысячные массовые галлюцинации, они могут существовать только в сознании господина Ринана. Вот, потому что, как говорилось в одном из моих любимых мультиков, да, это только гриппы все болеют вместе, с ума сходят по одиночке. Вот, как известно, с простоквашины. И сложно себе представить такое массовое поморочение. То есть Христос действительно укрепляет общину, и даже не только, ну, в первую очередь, конечно, тех близких верных, которые были с ним до конца, хотя как до конца, тоже вот каждый в мир, кто-то отрекался, кто-то разбегался, учитывая, кто совсем до конца, наверное, только один Иоанн заслужил, по-хорошему-то, кто никуда не отошел, да, женщины, Иоанн, и вот Иосиф с Никодимом, которые, рискуя всем полностью своей репутацией, всем абсолютно, они, так сказать, вышли, да, из тени, до этого ночи уходили беседовать, а тут они, это тоже очень важный смелый поступок, то есть община начинает и другими учениками перерастать, то есть те, кто, люди как-то, смерть, она Христова, понимаете, она заставит людей до конца определиться, то есть кто-то, как Иоанн отпадает, кто-то мы видим наоборот, да, даже как разбойника, два одинаково, одинаково заслужили, два, значит, головореза, и вот один, значит, Одеснуй, другой Ашуй, и вот люди как-то определяются, и Господь им в этом определении, скажем так, помогает, что ли, он в эти несколько, тоже не очень долгие, на самом деле, периоды, эти 40 дней, он созидает общину, дает последние наставления, потому что, наверное, ровно делает ровным счетом то, что было полезно, чтобы вот, видя сколько полезно, я думаю, что Господь же действительно не делает случайных вещей, то есть он и пришел в мир тогда, когда, то есть все это абсолютно закономерно, и раз он соизволил именно 40 дней оставаться, наверное, это было полезно таким оптимальным сроком для созидания, вот дальше, может быть, и не было в этом смысла, дальше они были, на его взгляд, готовы нести слово, уже укрепленное, уже действительно ни у кого сомнений никаких не оставалось, часто спрашивают другое, часто спрашивают тоже, это такая прямая, такая, знаете, логика внешних, да, чудесская, она же как, ну вот, были те, кто в него не поверили, были даже те, кто отнеслись к нему вот так, как отнеслись, распяли, предали его язычникам, и очень часто, меня спрашивают люди внешне, а что бы он им не явился и не доказал, вот это, доказать, вот уявился, он бы Пилат сказал, вот, а я говорил, или там, значит, первосвященник, вот видите, а вы не верили, а вот он я, вот он, посмотрите, как Фоме, прикоснитесь, да? То есть, казалось бы, Фома тоже скепсис провел, но Фоме он дал такую вторую возможность, а этим не дал. Говорит, почему он является именно так своему кругу, да? То есть, на самом деле, понятно, что есть случаи, когда бесполезно кто угодно явить, да, то есть есть и Господь не делает, не мечет бисера действительно перед свиньями, говоря жестко, да, говоря, значит, такими словами тоже при спритче. И действительно является тем, кто в каком-то смысле хотя бы попытался заслужить, да, они где-то слабость проявляли, но они ждали его, они ждали, они искренне ждали, да, кто-то из них уже был близок к отчаянию и стал, ну, все, видимо, и стал уходить, но Лукук, Лев, он даже догнал на пути, да, то есть, а вот тем, кто, кому уже точно бесполезно, потому что когда говорят, что, а почему вот он там всем не доказал, всем не явился, и всем что-то, то есть, парадоксально, ну, два шага назад, то есть, мы когда две передачи назад говорили еще о в ходе Господнем в Иерусалим, то есть, что у меня всегда, то есть, один из самых ярких моментов, который просто мурашки по коже, насколько вот слепота и озлобление человеческое может быть, вот он воскресил Лазаря, это, вот, и с этим нельзя было посвоить, вот он, живой Лазарь, его похоронили, он, извините, уже смерть делал, вот он воскресил, то есть, сомнения ни у кого, это вот то воскрешение уже, в отличие от предыдущего, у которого сомнений ни у кого быть не могло, это всех вообще впечатлило? Некоторых это впечатлило на уровне, ну, как бы, такого шоу, да, они все ходили, они очень быстро все отошли, те же, кто кричал, осанно, да, они, мы знаем, через несколько дней стали кричать распни его, но если ты, ладно, просто колеблющаяся толпа, а те, собственно говоря, первосвященники, те, кто вот должны как-то это проанализировать, вот понять, наконец, кто перед ними, потому что это люди, лучше всего знавшие проще и так далее, они как отреагировали, помните, что прекрасно? Давайте убьем Лазаря, потому что из-за этого воскрешения многие идут и веруют во Христа, это что значит того, что реально, то есть, вообще просто, да, то есть, устраним еще раз, убьем его, потому что он, его воскрешение является поводом для проповеди, люди идут посмотреть, давайте его убьем, вот, и таким людям Христос, помимо некоторых, должен был явиться и чего-то доказывать, то есть, ну, там же невозможно же ничего доказать, то есть, они бы убили его второй раз, и сколько раз угодно еще, поэтому он является, конечно, тем, кто, ну, заслужил хоть как-то, да, потому что кто достоин, кто вот ответил на эту любовь, поэтому, конечно, он является учеником, и он из них созидает настоящую церковь, настоящую общину, но недолго, да, ровно столько, сколько вот он, как бы, своей любовью ходали, столько, сколько, чтобы они ее почувствовали, и вот дальше, вот уже с этого пути не свернули. Ну, вот мы уже в начале, да, передачи сказали, что не так много нам известно о содержании этих бесед, и эти беседы очень-таки, получается, сакральные, ну, видимо, если апостолы и ученики не захотели, даже апостолы и ангелисты не захотели эти беседы раскрывать, видимо, там был какой-то внутренний мотив, и это уже лежит в, как сказать, в зоне нашего, вне зоны нашего видения, и, видимо, здесь нужно просто смириться. Но есть одна вот интересная беседа, одно интересное повеление Христа, когда он является уже, будучи воскресшим своим ученикам, и он дует в лицо учеников и говорит, примите Духа Святаго, и им же отпустятся грехи, отпустятся, и им же разрешите разрешиться. Вот, да, вот об этом интересном повелении, потому что ведь оно тоже, его не совсем правильное, наверное, понимание сложило, ну, и даже не совсем верную церковную практику, когда там священник у нас, оказывается, прощает и разрешает грехи, и люди идут, собственно говоря, к священнику, который прощает и разрешает, и это прямо в корне неверно, забывает, вот, так вот, как мы разрешим это недоумение, что же Христос в этой фразе пытается сказать ученикам? Ну, во-первых, это как раз один из тех моментов, когда он созидает церковь, то есть, с одной стороны, это право, врученное церкви, но тоже не по человеческому естеству, правильно, как вы сказали, не потому, что получают люди, да, слабые, немощные, такие же существа, как бископы, пресвитеры, то есть, вот это как раз дарование духа, то есть, это делается духом, и даже сам образ Христос выбирает не случайно, ну, просто сказать, то есть, для него не обязательно было делать вот это техническое, это действие, дуновение, но это же очень важное действие, мы смотрим, что таким действием вообще человек получает жизнь, то есть, книгу бытия открываем, да, и когда Господь создал, сейчас сначала описывается, как Господь создал человека из праха земного, афар, да, там прах, потом вдунул в лице его дыхание жизни, да, то есть, вот, человек получает жизнь, с одной стороны, с другой стороны, и церковь получает жизнь, потому что церковь живет ровным счетом Потому и постольку, поскольку в ней живет Дух Святой. То есть все, что вообще в церкви Делается, когда мы говорим о таинстве, что таинство Совершает священник, это не совсем верно, мягко Говоря. То есть понятно, что мы каждый раз не Оговариваемся, но надо иметь это в виду, что таинство Совершается Духом Святым, который живет в церкви А не руками Или ни словами, ни мыслями Даже не самым чистым и искренним Рвением священника Потому что в противном случае можно делать Все, что угодно, но если Дух этого не Делает, то священник может и говорить Сколько угодно, все остальное. То есть как сказано Писании, да, если Бог не строит дом, то те, кто его строит, трождаются в сует, да, там сколько угодно. Вот. И действительно здесь, но церковь в целом, да, не как даже какой-то отдельный священник, она действительно Господь ей дает это право, да, вот, именно так показывая, что она дается духом святым, да, что это дух святой делает, разрешает. И мы видим, что когда человек приходит на испись, он, конечно, должен понимать, что совершаемость с ним и не с ним, и там с хлебом и вином в Евхаристии. Оно совершается не с священником, оно совершается духом святым. Вот. Но в определенном смысле, да, то есть вот эта жизнь духа в церкви, она проявляется в таинстве во всех, в том числе и в таинстве покаяния. То есть орудием таинства здесь является как бы епископ или священник, да, но мы понимаем, что его созидает это таинство дух, но вот дух в жизни церкви, он проявляется и в том, что церковь имеет право вязать и решить. То есть дух не сама собой, а духом святым, живущим в ней, так же, как все остальное. И мы видим, что это необходимая условия, да, то есть это власть церкви, внутренняя, да, основная не на силе, не на внешнем могуществе, не на каком-то вот силовом давлении, а это власть, духа, которая если кто-то, мы видим, ну, с самого же начала мы видим, что были те, кто пытались обмануть церковь, да, и внутри. История с Ананией и с Апфирой, да, то есть такие и много других, и те, кто пытались церковь что-то там, сказать, получить, как Симон Мак, там, за деньги, благодать и так далее. И мы видим, что вот такие вещи церковь получает право сама как бы отсекать и извергать как бы членов, вязать и решить, там, налагать покаяние и потом принимать его и возвращать человека. То есть вот эта практика, любая, епитимейная, практика отлучения, да, то есть она в общем-то основана на этом. То есть и апостол Павел пишет, помните, как коринфянам, да, повелевает им даже свою апостольскую власть, там, кого-то извергнуть, да, а потом принять, потому что человек покаялся, там была история с кровосместником, вот, то есть это эту власть церковь получает вот в этом дуновении. И поскольку он дунул в лице апостолов, то есть поэтому внутри церкви верховными носителями этой власти, конечно, мы говорим, это епископ. Вот, и епископ уже делегирует какие-то полномочия, поэтому, то есть сначала вот общины были такими, что там кроме епископов вообще никто не предполагался, он один управлялся там с несколькими десятками людей, а потом появляется пересвитер, и сама иерархия немножко усложняется. Но вот исток в этом. Я вот читал интересное толкование тоже на это место, которым тоже так интересно объясняет эту вещь, эту идею того, о чем говорит Христос. Он говорит так, что в этом толковании, основанном на правильном переводе. То есть речь идет о том, что здесь несколько обратная такая логика, то есть на самом деле, почему у нас такое большое количество анекдотов связанных, где что Христос, что у врат Царствия Божия встречает апостол Петр, он там отворяет, не отворяет, вот оно рождается в том числе, говорит вот этот современный толкователь, вот, библиист, основывается на неверном как раз переводе. То есть речь идет не о том, что апостолы прощают и разрешают, и этим, собственно говоря, отворяют Царствие Божие, да, а речь идет о том, что они будут, то есть Христос делегирует определенную власть, Божью власть ученикам, и как раз повелевает им действовать согласно тому, как вершится суд в Царстве Божьем. То есть не тот момент, что вы прощаете и разрешаете, и автоматически прощается и разрешается на небесах, но вы как раз будете прощать и разрешать то, что прощается и разрешается на небе. Вот, то есть, и в этом смысле как раз вспомним, например, первый апостольский собор 49-го года, и после этого пошла традиция, это как раз интересная, когда издавалось определенное указание. Изволясь от Духу Святому и нам. Да, то есть вот. То есть, в первую очередь, Духу Святому. Нет, ну понятно, что они, я и говорю, что это делается Духом, да, а не то, что по их разумению они кого-то вводят и кого-то нет. Это, это, они в данном случае как делегируются, им полномочия, они как бы орудия, да, этого, ну как и в любом таинстве орудия, то есть Духа. Ну, то есть вот я бы просто хотел как раз для наших телезрителей на этом сфокусировать внимание, что отнюдь, то есть церковь существует не автономно, что вот Господь как, да, что-то там завел, вот, и дальше отошел. Это жизнь, церковь это жизнь Духа, жизнь Духа, и все. И если священник может прочитать молитву разрешительную на исповеди, священник может, то есть, понимаете, как, есть как бы то, что мы видим, картинка, да, и есть то, что и не видим, и это далеко не всегда совпадает, да, то есть мы видим, что человек приходит, что-то говорит на исповеди, может быть, как-то правильно, да, и как бы, мы не знаем, сколько он внутри, священник тоже далеко не всегда может прям залезть внутрь человека, да, не вижу, насквозь, как стеклянок. И человек говорит, вот он кается, да, вот он, значит, приносит покаяние, священник всему этому внимает, является как бы свидетелем, священник действительно же, вот, не священник принимает его покаяние, там в молитве очень четко сказано, да, что я свидетел, да, при этом, при всем, и читает разрешительную молитву. Вот все замечательно, вот все пазлы сложились, но если при этом не было искреннего покаяния и не было, и Дух Божий, да, так сказать, не разрешает этого человека, то внешне, Картинка остается внешней картинкой. Это совершенно не значит, что автоматически мы точно можем сказать, что человеку причины грехи. Это тоже, да, вот идешь на испорт и думаешь, что все на самом деле тяжелее, все на самом деле страшнее. То есть покаяние должны быть искренним и приносить плоды, в первую очередь, да, а картинка-то, она всегда примерно одна и та же. То есть вот человек раз говорит, вот священник его слушает, вот он, да, там какие-то вопросы задает, если он, значит, и если там какая-то есть необходимость, он может даже наложить какую-то эпитемию, да, на какое-то время отстранить человека от причастия, ну, по выполнению эпитемии, мы тоже не знаем, то что-то произошло и внутреннее перерождение настоящего человека, который выполнил, понес это послушание. Но вот, но по факту он его принес, и священник его разрешает, через какое-то время он и так далее. Но это все происходит, но если при этом, совершенно верно, там не действует дух, да, Божий, то это все картинкой остается. Спасибо, отец Максим. А на сегодня время эфира нашего заканчивается. Я резюмируя, традиционно резюмируя наши беседы, хотел бы просто вам, возлюбленный во Христе, обратить на ваше внимание и указать еще раз вот этот важный вектор нашего развития. Да, Господь основал церковь, да, Господь передал определенную, делегировал свою власть, вот, но в конечном итоге в церкви действует Бог. Его власть важнее, главнее. Если вдруг люди начинают жить в этой церкви, противореча закону Божьему, то хотят они того или не хотят, они могут находиться в стенах храма, в стенах церкви, но выпадать из самого собрания, собрания тех, кого собирал сам Христос. А пожелать бы нам, мне бы хотелось всем нам в сегодняшние светлые дни вот, наверное, как раз именно этой вещи, чтобы мы дорожили общиной, семьей, отцом и главой, которой является Бог. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Христос воскресе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова